В Гомельской области возгорание автомобилей происходит не так уж и редко. И очень часто владельцы не в состоянии справиться с огнем своими силами ввиду отсутствия огнетушителей с достаточной емкостью. О том, как правильно тушить автомобили и какова на сегодня в целом пожароопасная обстановка в регионе, прямо сейчас в этой студии поговорим с начальником отдела надзора и профилактики Гомельского областного управления МЧС Дмитрием Галкиным. Дмитрий Алексеевич, здравствуйте. Здравствуйте, Александр. Дмитрий Алексеевич, каковы причины возгорания автомобилей в Гомельской области? Какова статистика на сегодня? Если обратиться к статистике, сегодня мы можем сказать, к сожалению, идет увеличение пожаров в автотранспортных средствах. По причине, это основная причина нарушения правил эксплуатации электропроводки либо неисправность топливной системы. Именно по этим причинам происходит возгорание. Но бывают еще, наверное, поджоги, это менее популярная причина возгорания. Да, это менее популярная. Но если обратиться к статистике, сегодня можно сказать, что уже в текущем году у нас произошло 15 пожаров на автотранспортных средствах. Это увеличение на 25%. В прошлом году их было 12. И в течение года мы наблюдаем от 40 до 80 пожаров. Ежегодно у нас происходят на автотранспортной технике различные формы соответствий. Как у граждан, так и у юридических лиц. Очень часто возгорание происходит неожиданно. Водители не успевают самостоятельно потушить пожар. Как правильно действовать, если увидел пламя из-под капота автомобиля? Ну, во-первых, я хотел бы сказать, что в любом случае мы должны услышать некий запах. Либо это запах паленой резины, либо... Часто пластмасса. Пластмасса, электропроводка, совершенно верно. Мы уже должны прислушаться к этому и понять, что что-то с автомобилем не так. Соответственно, остановиться, посмотреть. Но если мы увидели дым из-под капота, не стоит торопиться сразу его открывать. Нужно приготовить первый огнетушитель. В то же время, сразу же, чтобы наши пассажиры покинули транспортное средство. То есть, первое, позаботиться о том, чтобы пассажиры покинули автомобиль. Ушли на безопасное расстояние, это 10-15 метров. Ну и приступить к тушению. Не сразу, как я уже сказал, открывать капот, приоткрыть его. Приготовить огнетушитель и в это отверстие попытаться сбить пламя. Если огнетушителем первой порции, скажем так, мы сбиваем пламя, то впоследствии мы можем приоткрыть и дальше, впоследствии подручными средствами, дотушить это возгорание. Ну и важно же, наверное, заглушить двигатель автомобиля. Совершенно верно. Еще говорят, что по возможности нужно попытаться отсоединить клемму аккумулятора. Если есть такая возможность. Ну если есть такая возможность, вы правильно говорите. Потому что пожар может быть уже, ну скажем так, разгорелся. Если уже пожар разгорелся, не всегда это получается. Мы должны первым делом, как я уже сказал, сбить пламя, чтобы в дальнейшее не пошло распространение. Если под рукой нет огнетушителя, то какие средства пожаротушения подойдут? Первичные средства пожаротушения. Ну как я уже сказал, первым делом мы должны, в каждом транспортном средстве, мы должны иметь огнетушитель. Это правило, это закон, да. Но если все-таки мы по каким-то причинам у нас этого огнетушителя нет, то подойдет подручные средства, это земля, это песок, то же самое одежда, там покрывало и так далее. Не рекомендуется возить с собой два маленьких, лучше покупать один большой огнетушитель, чтобы вы с этим согласны? Я с этим согласен, да. Я скажу даже больше, что вот этот литровый огнетушитель, да, хорошо, что он у нас есть. Но если возгорание приобретает большие объемы, да, то, к сожалению, мы этим огнетушителем ничего не сможем сделать. И как минимум должен быть пятилитровый огнетушитель, это огнетушитель порошкового действия, да, который более эффективно будет справляться с данным сгоранием. Нежели, чем углекислотное. Совершенно верно. Ну, пятилитровый огнетушитель, может быть, с собой автомобилисты возить не любят по причине того, что он занимает много места в багажнике. Хотя, наверное, это непредусмотрительно, как вы считаете. Все-таки нужно полагать, что всякое может случиться, и каждый от беды не застрахован. Вы все правильно говорите, многие так и думают, да, но, к сожалению, даже водители, покупая огнетушитель, они что, купили для того, чтобы, ну, наверное, не платить техосмотр, да, или штраф там не заплатить и так далее. Ну, не почитав инструкцию по применению, просто положили транспортное средство, на этом и все. А это первая ошибка водителей, которые это делают. Нужно все-таки ознакомиться с инструкцией по эксплуатации этого огнетушителя и получить необходимые навыки. И желательно приобрести огнетушитель, который сертифицирован. Так точно. Можно ли предупредить подобное возгорание в автотранспортных средствах? Да, есть ряд профилактических предупредительных мероприятий. Это первое, проведение, своевременное проведение технического осморта транспортного средства, в том числе и визуальный осмотр перед началом движения каждого транспортного средства. Ведь водители, которые с опытом, со стажем, первое, что они должны сделать, убедиться, что автомобиль исправен. Ну, в общем, каждый должен за своими колесами смотреть тщательно. Несмотря на то, что сегодня в регионе ситуация с пожарами в экосистемах стабилизировалась, прошли дожди, наблюдаются похолодания, тем не менее впереди все-таки месяц май, а значит обстановка снова может ухудшиться, будет повышение температур. Как готовится к этому МЧС и каковы причины крупных пожаров в областном центре? Вот недавно в районе кладбища Осавцы был большой пожар за Ледовым дворцом. В чем там причина? Ну, если говорить про эти пожары, которые были в городе Гомель, это в районе кладбища Осавцы и в районе Прутковского рынка, пожара произошли по причине выжигания сухой растительности. Это от 500 до 1 гектара площадь распространения пожара. Сейчас по данным фактам мы проводим разбирательство, проводят разбирательство соответствующие структуры, следственные органы в установлении виновных лиц, в установлении ущерба, в том числе и экологического ущерба, нанесенной природной экосистемой. То есть пока предварительных данных еще нет? Предварительных данных пока нет. Но однозначно это человеческий фактор? Совершенно верно, это человеческий фактор, как и любые пожары при выжигании сухой растительности. И в том числе разведение костров. В деревне Лубня Мозорского района не так давно, пару недель назад, сгорело 5 домов, несколько сельхозпостроек. В чем там причина сгорания? Да, это было 28 марта. На линию 101 поступило сообщение о горении сухой растительности и угрозу дачным давам, которые находятся в деревне Лубня Мозорского района, если не ошибаюсь, дачный кооператив «Парус». Но, к сожалению, по прибытию мы уже установили, что распространение быстрыми темпами прошло и уничтожены были 5 домов и 3 надворные постройки. Опять же, сейчас причина пожара устанавливается, но мы можем конкретно говорить о том, что это было выжигание сухой растительности, либо разведение костров. Работает следственное оперативное мероприятие по установлению виновных лиц и также установлению ущерба. Но, учитывая, что все-таки мы ожидаем потепления, каковы будут основные рекомендации от МЧС жителям Гомельского региона? Пользуясь случаем, я хотел бы обратиться к телезрителям. При наступлении теплой погоды, конечно, многие пойдут на природу, и, к сожалению, из-за этого получаются вот такие случаи, о чем мы с вами говорим. Также впереди радуница, это тоже многие будут сжечь траву. Совершенно верно. Это разведение костров, это использование мангалов, барбекю и так далее. Да, правила пожарной безопасности. Это не запрещено, но при соблюдении определенных условий. Это постоянный контроль процесса горения, да, это меры по нераспространению горения в пределах этой площадки, где мы готовим пищу или разводим костер, да. Это обеспечение первичными средствами пожаротушения, тем же самым огнетушителем, те же самые емкости с водой, лопатой и так далее. Вот при этих условиях мы можем, ну, естественно, в безветренную погоду мы можем, ну, проводить свой отдых. Дмитрий Алексеевич, спасибо вам большое за конструктивный разговор и полезные советы. Хотел бы еще напомнить не лишний раз нашим телезрителям, что ответственность за такие действия, да, вот, к примеру, статья 1557, это выжигание сухой растительности, предусмотрено от 10 до 40 вазовых величин. Вот представьте, выход на природу, да, стоит ли 1080 рублей в такое мероприятие.